Всем большой приветик, друзьяшки! Меня спросили, как часто я мою пол. Я думаю, что этот вопрос возник, потому что мы спим на полу вместе с Колей, и, соответственно, всем интересно, как же часто вы моете пол, раз вы на нем спите. Рассказываю, я мою пол сейчас, стараюсь мыть пол раз в неделю, и Коля должен был завести календарик, я не знаю, сделал он это или нет. С прошлой недели он должен был какой-то календарик завести и там отмечать, потому что я хотела мыть пол раз в неделю. До этого я мыла пол раз в две или в три недели. И да, когда я начинала мыть пол через две-три недели, он реально становился пыльным. Но, поскольку у меня длинные волосы, они, видимо, постоянно сыпятся на пол, то вокруг этих волос формировались такие пылевые комочки, поэтому пыль был очень легко собирать. Ты просто собираешь волосы, и вместе с волосами собирается куча пыли и грязи, ты это все выбрасываешь, потом протираешь тряпочкой, и как бы пол кристально чистый. Вот такая вот вторичная выгода от того, что у вас длинные волосы, они периодически сыпятся. Ну, у любого человека сыпятся волосы, не потому что я лысею, нет, просто у любого человека они постоянно падают, это как бы у вас то же самое. Вот, просто вы, наверное, это не замечаете. Вот, и сейчас я стараюсь перейти на мытье пола раз в неделю. Мне интересно узнать, как часто вы моете пол, что вы для этого используете. Я мою пол всегда руками, тряпкой, никакими шваберами я не пользуюсь, ничем. Это просто беру такие большие тряпки и вручную, везде, во всей квартире мою пол. У меня занимает порядка, ну, полтора часа где-то для того, чтобы помыть пол во всей квартире. Полтора, может быть, час, час-полтора, вот так. Я мою пол тщательно, но не так часто, как многим бы хотелось. Ну что же, друзья, жду ваши комментарии, как часто вы моете пол у себя дома, что вы используете для того, чтобы помыть пол, может быть, вам кто-то моет пол. Вот, давайте наполняем об этом в комментариях. Жду вас на канале Домовенок. Пока!